Во имя Отца и Сына и Святаго Буха. Аминь. Истворение святителя Анна Затауста. Толкование на второе послание к Тимофею. Как невозможно человеку не испытать смерти, так и прожить без скорбей. И сколько приходится терпеть таких неприятностей, которых невозможно выразить словом, но которые могут испытывать только они одни. Как часто просили себе смерти, жившие среди богатства и роскоши. Жить роскошно отнюдь не значит жить без горести. Напротив, самая роскошь рождает бесчисленные горести, болезни, неудовольствия. А если и нет этого, то живущий в роскоши часто грустит без всякой причины. Действительно, когда душа находится в таком состоянии, то может грустить и без причины. Врачи говорят, что и от слабости желудка происходят немалые скорби. Не случается ли этого и с нами, когда мы скорбим и не знаем причины грусти. Вообще невозможно найти человека без скорби. Если же у других не столь важна причина скорби, как у нас, то каждый из них, однако, так же думает. Своё горе более чувствительно, нежели чужое. Как те, у кого болит какая-нибудь часть тела, думают, что их страдание сильнее страданий ближнего. У кого, например, болит глаз, тот полагает, что нет другой такой боли, какая у него. Или у кого болит желудок, тот считает свою боль сильнее всех, болит. И всякий, чем страдает, то есть считает самым мучительным страданием. Так и в скорбях душевных. Каждый то горе, которое постигло его, называет самым тяжелым, потому что судит о нем по собственному опыту. Например, не имеющий детей, думает, что нет ничего хуже бездетности. А имеющий много детей при бедности, ни на что так не жалуется, как на многосемейность. Имеющий одного сына полагает, что нет ничего хуже, как иметь одного. От этого, говорит он, и ленив, и огорчает своего отца, и не принимает никаких внушений, оставаясь, впрочем, постоянно любимым сыном. Имеющий красивую жену, говорит, что нет ничего хуже, как иметь жену красивую, потому что в этом случае бывает много подозрений и козней. А имеющий некрасивую жену, говорит, что нет ничего хуже, как иметь жену некрасивую, потому что это весьма неприятно. Частный человек говорит, что нет ничего негоднее и ниже такой жизни. А военный утверждает, что нет ничего труднее и опаснее военного звания, что лучше питаться одним хлебом и водою, нежели переносить такие тягости. Начальствующий говорит, что нет ничего тяжелее, как удовлетворять нуждам других. А подчиненный утверждает, что нет ничего унизительнее, как подчиняться власти других. Женившийся, говорит, что нет ничего хуже, как иметь жену и соединенные с ней заботы. А неженившийся утверждает, что нет ничего хуже, как быть неженатым, не имеешь ни дома, ни покоя. Купец называет счастливым земледельца за его спокойствие, а земледелец купца за его богатство. Вообще род человеческий ничем не доволен, всегда жалуется и огорчается. Осуждая всех людей, говорят, что человек ест ничто, и что весь род человеческий ест вьючное и жалкое животное. Сколько таких, которые прославляют старость, сколько таких, которые считают блаженством юность, таким образом, много бывает горести и от возрастов жизни. Когда мы видим, что нас осуждают за молодость, то говорим, зачем мы не старцы? А когда голова покрыта сединою, то говорим, где наша молодость? Вообще у нас бесчисленное множество поводов скорбям. Один только есть путь, избавляющий от этой несообразности. Это путь добродетели. И он, конечно, не чужд горести, но горести не напрасных, а приносящих благо и пользу. Иной согрешил и, сокрушаясь скорбью, омывает грехи свои. Другой оказывает сострадание падшему брату. И в этом также находит себе немалую награду. Потому что сострадание к людям, находящимся в несчастье, доставляет нам великое дерзновение пред Богом. Аминь. Том 11, страница 761.